Я начала плавать 20 лет, и начала я это делать в Мексиканском заливе. Я говорю не о хобби и не о кружках по плаванию, я говорю о настоящем плавании, в которое отправляются моряки. Но я не морячка, я инженер. Сегодня мы все рассказываем о своем выборе. Обычно выбор делается на основе таких вещах, как хобби, либо какие-то приятные принципы. Мой же выбор был сделан на совершенно противоположных принципах. Сейчас я вам об этом расскажу. При поступлении в университет я понятия не имела, чем мне заниматься дальше и кем быть. Естественно, я обратилась за советом к своей семье. Сказав, что они будут любить меня, будь я астронавтом, либо стюардессой, я все равно осталась недовольна этим ответом. Однажды мы летели в самолете с мамой, ей уже было некуда от меня одеться, и я ее спросила снова. Тогда она спросила меня навстречу. Галия, представь, что случится Армагеддон. И люди отправят только определенное количество людей на новую планету, строят новую цивилизацию. Как ты думаешь, кого они с собой возьмут? Я думала, она спросила, как ты думаешь, они возьмут с собой ландшафтного дизайнера, либо фотомодель? Я сказала, нет. Тогда она спросила, а кого? Я сказала, инженера. Ну вот и все, сказала мама, и отвернулась к иллюминатору. Я извиняюсь перед всеми фотомоделями и ландшафтными дизайнерами, это была метафора. Вот так я и выбрала инженерию. Но не какую-то, а нефтегазовую. Это привлекало меня больше всего. Как только я сделала свой выбор, я получила миллион комментариев в свой адрес от своих друзей и родных. Да как так? Галия, это совершенно не женское дело. Ты больше подходишь работать в офисе, ходить в строгих костюмчиках, ходить с подружками и красоваться. Ровно через 4 года я была в Мексиканском заливе, на сейсмическом судне. Ой, извиняюсь. Совсем не похоже на офис, правда? Но я была счастлива. На вертолете лисеть до берега было примерно 3 часа, а вплавь может быть и сутки. Когда я проходила интервью, меня сразу же предупредили, что нужно быть очень психологически закаленным человеком. Помимо психологической подготовки, поскольку ты постоянно работаешь в замкнутом пространстве, нужно было иметь образование в сфере нефтянки, знать сферу IT, знать, как программировать, настраивать тарелку. Потому что ты находишься в море, и ты не можешь вызвать ремонтника. Ты должен надеяться только на самого себя. Без связи ты не будешь иметь абсолютно ничего. Почти полностью провалив интервью, как мне тогда показалось, в конце я сказала фразу, которая меня спасла, и меня взяли на работу. Я сказала, научите меня, и я все сделаю. Я тоже так могу. И меня взяли. Требования к работе были, казалось бы, очень простыми. Знание английского языка, выше среднего уровня, диплом в инженерии, типа нефтянки, либо IT. Умение проплыть 25 метров без остановки, без помощи чего-либо. Продержаться на плаву на одном месте в течение пяти минут и быть готовым к морской жизни. Однако к этому, оказывается, были готовы немногие, в основном девушки, и работали только мужчины. Когда я приехала на судно, я позвонила родителям и сказала, что на судне около 80 человек, и, кстати, я единственная девушка, чем я вергла их в шок. Дальше я закинула свою самую первую фотку во все свои социальные сети, и она выглядела вот так. Я ее подписала. Теперь это мой daily look. Все друзья были удивлены. Они сказали, вау, действительно, ты смогла. Во время работы я столкнулась с другими трудностями, такими как плохая связь с родными, гендерное неравенство, ну и перелеты. Я работала 7 дней в неделю, без выходных, по 12 часов в сутки. Всего я пробыла в офшоре 511 дней. Совершила 89 перелетов, была в 11 странах и ходила в 7 морях. Постоянно меняя локацию, мне нужно было иметь документ, с которым я могла пересекать границы стран без виз. У меня такой был. Он называется паспорт моряка. У меня таких было целых два. Панамский, кипрский. Все зависит от того, какой национальность твой корабль. Такими паспортами обычно нагружают только дипломатов, которые постоянно летают, либо настоящих моряков. Когда я летала в аэропортах, сотрудники аэропортов всегда просили меня, девушка, отойдите в сторону. Забирали мои документы, сажали меня в комнату досмотра и ожидания. Я находилась там до 12 часов без связи, без возможности даже выйти в туалет, без ничего. По итогу, конечно, они возвращали документы, проверяли все, извинялись и сажали на следующий ближайший рейс, потому что я уже пропускала все свои полеты. И я понимала их, потому что им было тяжело поверить в то, что они видели, а мне было еще сложнее переживать это из раза в раз. Но это не самое тяжелое. В моей компании в сегменте работало около 700 человек. Из них только 20% девушки. Из этих 20% девушек было всего 2 казашки. Когда я получала визу в Америку, она была особенная. Она называлась виза для работы в континентальном шельфе. Когда я пришла получать эту визу, посол, вручая мне, сказал, что он до сих пор помнит имя первой девушки, которая приходила за ней ровно 7 лет назад. Я была в шоке. Приехав на Сунно, я боролась за то, за что, наверное, борется каждая девушка в этом зале, а может и во всем мире, за гендерное равенство. И у меня получалось, но только на палубе, потому что там была очень тяжелая физическая работа. И мужчины также заставляли меня таскать тяжелые кабеля, погружать оборудование в море и так далее. Платили же нам одинаково. А как только дело доходило до решения каких-то инженерных вопросов либо планирования, с моим мнением почти не считались. Потому что я была девушка, я была почти на 20 лет младше всех. Было очень обидно. Я становилась все жестче, и мне постоянно хотелось доказывать и доказывать, что я на что-то способна. Один раз мне это удалось. Когда я была в Норвегии, наш корабль ходил в Норвежском море, была зима, было очень холодно. Мне стало очень плохо. У меня заболели почки, и по 10-бальной шкале болело где-то на 9. На вопрос медика, что будет, если будет десятка, я сказала, что я, наверное, отключусь от болевого шока. Волны были неимоверные. Высотой примерно 8 метров. Это выглядело примерно так. 8 метров — это как трехэтажное здание. Лил ливень. Было страшно. Я лежала привязанная к кушетке. Доктор пытался связаться с врачом с Норвегией, чтобы спросить у него совета. Брал у меня анализы, давал обезболивающее. Ничего не помогало. Тогда к нам спустился капитан. Он говорил по-русски, и поэтому решил по-своему ко мне обратиться. Говорит, Галия, что случилось? Я так сильно испугалась. Я подумала, Галия, ты самая молодая на этом корабле. Что с тобой не так? Ты должна быть самой здоровой. Я боялась, что они потратят очень много денег на мою эвакуацию. И я сказала, ой, знаете, я, наверное, еще полежу где-то денек. Я бы так и сделала дома. А потом бы поехала сама в больницу. Все нормально, не переживайте. Мне уже лучше. Он на меня так строго посмотрел и говорит, Галия. Я говорю, ладно, ладно, я боюсь, чтобы потратить много денег. Мне так неловко. На что он мне ответил, что транспортировка моего тела будет стоить намного дороже, чем эвакуировать меня. На что я сказала, хорошо, да. Они вызвали спасательный вертолет, был шторм. Я лежала привязанной к кушетке. И когда вертолет начал приземляться, капитан начал слух читать «Отче наш». Тогда я подумала, я, наверное, сегодня умру. Вертолет пытался приземлиться, судно качалось из стороны в сторону, вертолет пытался помять равновесие. Как только судно снова захлыстывало с волнами, он подлетал и ждал, когда снова можно присесть. План был такой. Я должна была на носилках быть внесена в вертолет во время этой части, когда вертолет стоит на судне. Я сказала, нет. Я знала, что все будут на меня смотреть, все будут оценивать. Я должна быть сильной. Я сказала, я пойду сама. Мне никто не нужен, ни ваши носилки, ни спасатели. Я смогу. Сказали, хорошо. Ты уверена? Я сказала, да. Твой выбор. Пошли. Я выхожу в одной футболке, в чем была холодная, идет снег, и дождь, и ливень, волны. Вертолет стоит. Я превознемогаю боль, но думаю, зато сейчас все видят, что я сильная. Подхожу, протягиваю руку к своему спасателю в вертолете. В этот момент захлынивает волна. Вертолет, естественно, подлетает, чтобы не утонуть вместе с этой волной. Меня смывает, я просто катаюсь по этой палубе, коллеги пытаются меня поймать, спасатели пытаются что-то сделать, а я лежу, смотрю на эти капли, которые падают на лицо, и думаю, вот теперь я точно умру. В итоге меня подняли, засунули в вертолет, я улетела, вкололи морфин, я вылечилась. После этого врач настоял, Галия, езжай домой. Я сказала, нет, тебе нужно ехать домой, я тебе говорю, я сказала, нет. Он такой, ладно, делай, что хочешь. Я поехала обратно на корабль, приехала, коллеги на меня смотрят, говорят, как, как ты это сделала? Я говорю, я просто так могу, и все. Да, после этого меня действительно стали считать за человека, и убедились в том, что да, я тоже все-таки делаю. Спасибо. Спасибо большое. Наверное, жизнь на судне покажется вам очень интересной, особенно, когда вы девушка лет 20 из Казахстана, где даже просто сожительствовать с мужчинами до свадьбы запрещено. Я же сразу жила с 70 мужчинами одновременно. Да, звучит не очень, но у нас были свои каюты. Но вы думаете, это отель Хилтон в Хьюстоне? Стенки были такими тонкими, что я знала все о своем соседе. Когда он просыпается, засыпает, как зовут его детей, что их собака не ест корм, который всегда ела. Вся эта ненужная информация проходила через меня. Душ был размером 1 на 2 метра, и унитаз от крана отделяла только занавеска. Однажды во время шторма я в ней сильно запуталась и поранилась, так что никаких занавесок. Ее снимали, когда я приезжала. В хорошую погоду я мылась, держась одной рукой за поручень. Иногда приштили, если везет, можно помыться двумя руками. Сейчас же дома я моюсь примерно так, в силу привычки. Очень интересная привычка, как считают мои родные, но все же. Еда была прекрасная, все было прекрасно. У нас даже были тренажерные залы, у нас были кинозалы, были свои библиотеки. Но в тренажерных залах, что было самое ужасное, оборудование было для настоящих мужских рук, моряков. Я не могла поднять даже самую легкую штангу. Тогда-то я открыла для себя йогу. И нет ничего прекраснее, чем йога с утра на корабле с видом на океан. Это было просто сногсшибательно. Спустя два года я узнаю, что нефтяная индустрия решает, что сетьмика уже не так актуальна. Я была очень расстроена, потому что думала, что мои дети будут в школьных сочинениях писать, что их мама морячка. Но не тут-то было. Я прошла интервью в своей же компании в другой сегмент. И теперь я начала заниматься геофизическими исследованиями скважин. Другими словами, я смотрю, где и сколько можно найти нефть в уже пробуренных скважинах. Теперь мой вид из каюты, круглого окошка сменяется на широкий обзор воровой. Работать на суше, я бы не сказала, что легче, но своеобразно. Соотношение мужчин и женщин примерно 90 к 10. Но женщин теперь я вижу чаще, потому что я на земле. Отпали такие переживания о выживании, потому что ты находишься в центре континента. До ближайшего города либо поселка можно добраться на машине. И ложась спать, ты не переживаешь, что ты на куске огромного металла посреди океана, который может утонуть, пока ты спишь. Но были свои сложности. Условия хуже, еда холоднее, душа нет. Я возила с собой очень большие пачки влажных салфеток, чтобы принимать душ. На буровых был женский, мужской туалет, но за неимением женщин, женским начинали пользоваться мужчины тоже. Было, в общем, не очень легко. Но я не отчаивалась, потому что в такой среде можно сосредоточиться на своей работе 100%. Ты не задумываешься о том, чтобы выжить, ты думаешь о том, чтобы работать. И как инженер я каждый день должна отчитываться перед клиентами. И все равно здесь встречается вот это недоверие к женщинам. Я начинаю отчитываться, рассказывать про прогресс на наших скважинах. И мне говорят, Казам, позови старших. С этим ничего не поделаешь. Но за эти несколько лет работы в этой индустрии я очень многое переоценила. Раньше, когда я думала, что вот я начну работать, у меня будет много красивых вещей, я буду гулять по таким местам, я научусь жить. Я действительно научилась жить. Жить по-настоящему. Жить и выживать. Наслаждаться каждым моментом со своими родными. И если кто думает, что будучи девушкой, построив глазки, ты добьешься многого, то это совершенно не так. Это огромный труд. Это вызов самой себе. И мне лично это стоило больших трудов и усилий, чтобы доказать, что в море, что на суше, что я тоже так могу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!